Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и сегодня небольшой прямо-таки обзорчик на то, что вчера в Дискорде игры Война Миров, War of the Worlds, разработчик RAV нам кое-что заспойлерил интересных четыре отрывка. Я постараюсь вам рассказать, что это. Ну, в принципе, я думаю, любители и те, кто следит за выходом данной игры, уже знают, что это такое, но из этого можно пожать то, что мы так долго ждали, и подвести итог в конце. В общем, приятного просмотра! Итак, первый короткий ролик под названием Alien Moment, то есть переводится как «Движение инопланетянина». Ну, давайте взглянем. Модель полностью переработана. Это хорошо. И здесь, здесь вот, здесь вот очень можно заметить, как работает анимация механика его щупалец. Смотрите, то есть мы можем цепляться за практически любую поверхность, да. Стена, это шкаф или еще что-то. Без разницы. Ох, вот это любопытный момент, и отчасти мне это не нравится. Выбивание дверей этими пришельцами. Ну, так не должно быть. Дверь, по-хорошему, должна просто открываться. Ну, учитывая, если она на замке, то, в принципе, пришельца ее может как-то на нее опереться и сломать. И тогда она не должна висеть в воздухе, а упасть. Смотрите. Видите, да? Она как будто приклеена к потолку, но ладно. Я надеюсь, это все будет доработано. Это все мелочь. Это по сравнению с тем, что было, это уже лучше выглядит. Так, а вот здесь, секунду, вот здесь я не вижу... А здесь я не вижу... Видите, он ставит щупальцы на стол. То есть здесь стоят какие-то предметы быта. И по-хорошему, если бы он касался бы их, поставил щупальцу на стол, то предмет просто бы слетал, разбивался. Но сама-сама анимация пришельца достаточно годная уже, как по мне. Кто помнит старые анимации, да, тот уже, в принципе, поймет, чем мы имеем дело. Еще раз ее посмотрим. Ну вот здесь вот, кстати, да, рука инопланетяна, она проходит сквозь предмет. Это тоже недоработка. Нету коллизии. Ну ладно. Сама, в принципе, как анимация визуальная, даже часть пришельца, она великолепна, как по мне. Далее, давайте обратим внимание на самое главное то, что заметили в прошлом геймплее от разработчиков. Игроки, фанаты, это разрушение, огонь, зданий. Это первый ролик, сделанный ночью. Ух, великолепно. Посмотрите. Здание. Здание. Так. Подождите. Просто вглядитесь, то, когда пришелец стреляет, здания не разлетаются огромными какими-то кирпичами, квадратами, как в Майнкрафт. То есть, мелкие какие-то части, там, листы железа, какой-то пластик, там, не знаю, по типу сайдинга, он отлетает кусками. Но само здание, оно не рушится. И посмотрите внимательно на огонь, как все загорается. Визуальная, графическая часть. Топ. Интересно, как будет само разрушение здания выглядеть. Да ладно, оно просто разрушилось. Температура лазера настолько сильна, что просто плавит фундамент, бетон. Ну, ладно, окей. Пишите комментарии, кстати, что думаете об этом нам. Интересно будет почитать. Я еще заметил, когда пришелец стреляет в крышу, там образуется дыра. Выжигает, выжигает. Вот здесь вот было видно. Давайте еще раз посмотрим сейчас. Видите? Классно. Не, ну мелкие какие-то детали... Не знаю. Ну, вроде бы так и должно все быть. Контейнеры, поддоны, ящики какие-то. Они отлетают. Ну, по идее, так и должно быть. Вспомните фильм. Это первое видео. Второе, Destruction 2. Великолепно. Ну, наконец-то, Раф. Раф добился того, что хотели фанаты. И как должно быть в игре построено. Обратите внимание слева. Смотрите, вы видите? Полностью вакханалия здания просто рассыпались. Просто в громадной обломке. Причем огромные кучи просто мусора, деталей. Но мне нравится разрушение зданий. В зданиях теперь просто так, мне кажется, не спрячешься. Так, ладно. Далее. Над этим они вообще хорошо поработали. Распыление красной почвы. Кровь, да, как она правильно называется. Будет вам видно или нет. Вот так теперь это выглядит. Не слишком ли как-то темно? Посмотреть бы это, конечно, при свете солнца какого-нибудь. Либо луны. Ну, ладно. Но долина смотрится прекрасно. Так. И второй спойлер. Вот так. Каждый предмет. Кстати, каждый предмет полностью затронут. Красной почвой, посмотрите. То есть стоит барбекюшница, там газовые баллоны, какие-то неполятные тележки, дом на колесах, автомобиль. Каждое дерево, трава, она полностью, даже крыша, каждая деталь затронута красной почвой. То есть она ложится очень хорошо. Шейдеры хорошо работают, да? Так. Последний спойлер. Это у нас как раз распыление красной крови. Вот, кстати, здесь мы увидим, как накладываются эти... шейдеры красной почвы на текстуру зданий, там, не знаю, на дорогу. Прошу заметить, здание разрушается, когда треножник просто коснулся его... то есть получается своей головой, башней, да? Так, здесь щупальца стоит, по-моему, не на здании. Это здание полностью сгорело, само разрушилось. Здесь, да, можно выделить вот эти два момента. Так, красная почва. Я не вижу ее. Не вижу. Нету. Вот здесь, по-моему, когда он переставил правую щупальцу, которая попала на здание, оно разрушилось. Здорово. Здорово. Это прекрасно. Это просто бомбезно. Я не знаю, как это выразить, но Раф проделал огромную работу. И, собственно, я сейчас вам покажу кое-что. То есть зайдем мы на дорожную карту. War of the Worlds. Война миров. И здесь можно увидеть всю работу, которую они сделали. Это была самая главная работа. Так, давайте глянем, где это. То есть... Физика разрушения, оптимизация. Анимации огня, дым, освещение. Это сделано. Разрушения висели у нас, по-моему, вот здесь. Вот в этой табличке. То есть... Эта табличка, она так и переводится, по-моему, перед выходом в ранний доступ в Steam. Три. Здесь было пять, по-моему, самых главных задачи, которых нужно сделать перед выходом. То есть огонь и разрушения уже полностью сделаны. У нас остается три загвоздки. Это оптимизация. Но я видел, что некоторыми моментами, как будто фпс в игре все-таки просаживался. Из-за разрушения, из-за огня. Оптимизация. Далее полировка NPC. Я говорю, нужно пришельцев еще обработать. И, собственно, осталось что-то сделать в мультиплеере. Рафаэль добавил это еще 9 февраля, но не уточнил в описании, что именно нужно. Возможно, по-моему, там были какие-то ошибки, связанные с выходом большого количества игроков, находящихся на сервере. Я так понял. Могу ошибаться. Короче, пишите комментарии. Ну, в общем, что могу сказать. Осталось совсем немного. И разработчики сказали, что совсем скоро мы увидим еще новый геймплей. Кстати, вот откуда вытащили вот эти моменты. Ну что же. Ждем. Палец вверх. Подписка на канал, короче.